Все оперативные службы города переведены на усиленный режим работы. В Нижнем Тагиле за три дня выпала почти половина месячной нормы осадков, как в городе проходит борьба со снегом. В столице Среднего Урала диагноз «Корь» подтвержден у 25 человек. При этом выявлено 13 случаев заболевания у тех, кто ранее поставил прививку. Какова ситуация с этим опасным заболеванием в Нижнем Тагиле? Реставрация купеческого дома Уткина на проспекте Ленина завершится весной следующего года. Как проходят работы по восстановлению фасада и что еще предстоит сделать? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. И мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях вторника. По прогнозу синоптиков, обильные снегопады в Нижнем Тагиле прекратятся только в пятницу. За последние несколько дней уровень осадков превысил половину месячной нормы. Все оперативные службы города переведены на усиленный режим работы. Для устранения возможных аварий, во избежание происшествий, сформированы дополнительные бригады. Выделена техника. О противостоянии стихии следующий материал. Затруднения дорожного движения острее всего ощущаются в отдаленных районах и частном секторе. В первую очередь убирать от снега полагаются центральные улицы, маршруты общественного транспорта. Только после этого внимание уделяют периферии. Объем работы резко возрос. Справляться удается, прикладывая огромные усилия. Мы работы по очистке снега не прекращали. Снегопад у нас такой интенсивный начался в субботу вечером. То есть мы к этому, в принципе, приготовились. Вывели дополнительную технику. Работаем без остановки в круглосуточном режиме. В связи со сложными погодными условиями, особую важность приобретает очистка крови в соответствии с правилами эксплуатации. Контроль за исполнением требований осуществляют надзорные органы, в том числе Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Нарушения грозят административной ответственностью. Управляющие компании, и мы их на это нацеливаем, должны осуществлять уборку сосулек, наледи и снежных наносов в опасных местах. Если у управляющей компании нет возможности в данный период или не произвести очистку из-за большого объема работы, то они обязаны огородить опасные места. С проблемами сталкиваются пассажиры междугородных автобусов. Состояние трасс не позволяет осуществлять перевозки в обычном режиме. Как сообщили в администрации автовокзала, сегодня были отменены рейсы на Весимоуткинском направлении. Тагильчане и жители пригорода не смогли добраться до поселков Уралец, Весим, в деревню Усть-Утка. Кроме того, задерживались машины, следующие в сторону Екатеринбурга, Качканара, Серова, Краснотуринска. Алексей Алексеев, Любовь Шевченко, Павел Соложнин, Новости Тагил-ТВ. Погодные условия отчасти стали причиной смертельной аварии. Сегодня в 11.45 на автодороге Никола-Павловская-Алапаевск водитель ВАЗ-2114 не справилась с управлением и врезалась в УАЗик. В результате ДТП женщина, водитель 14-й, погибла на месте. Водитель УАЗа с ушибами госпитализирован в травмоотделение. Предварительная причина аварии – несоответствие скорости. Сопутствующие факторы – недостатки зимнего содержания проезжей части. На владельца автодороги Никола-Павловская-Алапаевск составлен административный протокол. Жители Новой Кушевой сегодня пять часов провели без электричества. Отключение электроэнергии – плановое. Как сообщили в оперативно-диспетчерской службе филиала Тагилэнергосети АО «Облкоммунэнерго», специалисты выполняли работы по реконструкции сетей и установке новой трансформаторной панстанции взамен устаревшей. Реконструкция сетей будет проходить и завтра, 30 ноября. Электричество отключат с 10 до 15 часов на улицах Степная, Украинская, Пирогова, Яблочково, Никитина, Республиканская и части домов по улице Линейный проезд. Завтра же с 11 до 15 часов будет производиться отключение электроэнергии для установки нового оборудования в селах Серебрянка, Верхняя и Нижняя Ослянка, Деревня Заречная. К другим темам. Иск на строителей театрального сквера подала мэрия в арбитражный суд Свердловской области. Служба заказчика городского хозяйства значится и СОМ. Сумма требований компании НПА «Профиль ПУ» – более 121 миллиона 500 рублей. По информации наших источников, иск связан с некачественно проведенными работами на объекте. Устранять недоделки в театральном сквере мэрии пришлось за свой счет, а затем выставить иск компании-подрядчику. В постоянных комиссиях городской думы проходит обсуждение проекта муниципального бюджета на 2017 год. Его расходная часть, по сравнению с текущим, уменьшится на 2,5 миллиарда рублей или на 23%. В связи с этим вопрос о проведении ремонта дорог был заострен членами комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Ситуация напоминает, в принципе, наверное, ту же, с какой мы ходили в прошлый год. Средства, заложенные на дорожную деятельность, они явно не соответствуют необходимому объему. В основном это эксплуатационное содержание. То есть вопрос пока о ремонтах дорог здесь практически нет. Как следует из пояснений депутатам в проекте бюджета по данной статье заложено около 200 миллионов рублей. Исходя из опыта и потребностей в Министерство строительства и связи направлен запрос о предоставлении субсидий в сумме 250 миллионов. Пока положительного решения добиться не удалось. Переговоры и поиск возможностей дополнительного финансирования будут продолжены. Доходная и расходная части бюджета запланированы в объеме 8 миллиардов 850 миллионов рублей. Особо отмечается, что социально значимые расходы обеспечены полностью. Рост заболеваемости корью вызывает озабоченность медиков Свердловской области, наибольшее количество заразившихся в Екатеринбурге. Диагноз подтвержден у двух с лишним десятков человек. Анализы двух жителей нашего города, госпитализированных с подозрением на корь, дали отрицательный результат. В городе Нижнем Тагиле последний случай кори регистрировался в 2001 году. То есть вот 15 лет случаев кори на территории города не было. Завозы на территорию могут быть. Что касается готовности к приему больных и готовности к оказанию медицинской помощи, в этом плане у нас сомнений нет. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекции, напоминают специалисты. Ее необходимо пройти всем, кто не имеет двух документально подтвержденных прививок, либо корью не переболел. Выявлением таких людей и организации работы с ними сейчас занимаются. Кроме того, определены группы повышенного риска заражения и обширных контактов. Медикам, учителям, работникам транспорта, торговли, общественного питания будет предложено вакцинироваться дополнительно. Отдельно в Роспотребнадзоре обращают внимание на вероятность снижения иммунитета у привитых со временем. Добавлю, студентов и школьников Екатеринбурга не пустят на занятия без прививки от кори. Это постановление Роспотребнадзора. В столице Среднего Урала введены ограничительные меры из-за распространения этого заболевания. То же самое касается детских садов, техникумов и колледжей. Наличие прививок также является обязательным условием для всех сотрудников образовательных учреждений и медицинских работников. О причинах распространения кори и способов профилактики более подробно поговорим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Еленой Никоновой. Она появится в студии через несколько секунд. Я готова представить гостя в студии. Сегодня это специалист по здоровому образу жизни, врачебно-физкультурного диспансера Елена Никонова. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Елена Михайловна, ситуация с корью в Свердловской области сейчас напряженная. В частности, в Екатеринбурге уже 25 лабораторно подтвержденных случаев кори. Как Вы думаете, каковы могут быть причины этого? Начнем с того, что корь – это тяжелейшее инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Вирус передается воздушно-капельным путем. И поэтому во всем мире давно уже есть способ профилактики – это вакцинация. И я думаю, причина основная – это или прошел уже какой-то период иммунитета после вакцинации, или заболели дети, которые не прививались по каким-то причинам. Может быть, Вы помните, были такие годы, когда было очень много против прививок родителей, и такая у нас появилась прослойка непривитых детей. Вполне возможно, что это завозные случаи кори. Сейчас очень большая миграция людей. Поэтому я считаю, причина – это значит нет иммунитета у людей, и они заболели инфекционным заболеванием, против которых они могли бы привиться и не заболеть. – Скажите, насколько это заболевание опасно для взрослых и для детей, конечно? – Это, значит, инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И в первую очередь поражаются верхние дыхательные пути. Очень сложно дифференцировать это заболевание, особенно у детей. То есть проявляется точно так же, как простудное заболевание. Поражаются верхние дыхательные пути. Это кашель, это какие-то явления, то есть насморк, температура высоченная, явление интоксикации. И есть определенные признаки – это конъюнктивит и сыпь, которые не сразу появляются. А заболевание чревато осложнениями очень тяжелыми. И у детей очень высока смертность от этого заболевания, если не начать своевременно лечить. – Скажите, пожалуйста, вообще есть ли какие-то специфические меры профилактики этого заболевания? Вот сейчас по случаям в Екатеринбурге бытует мнение такое, что почему же заболели даже люди, которые прививались от кори. Как делается? В общем, метод профилактики – это единственный, это вакцинация. То есть вакцинация проводится от года до полутора, и следующая ревакцинация в 6 лет. То есть вы привили ребеночка, значит, ребеночек не заболеет. Это живая вакцина, но ослабленная. Ребенок может переболеть в легкой форме, но его стоит поддержать какими-то медикаментами, и доктор будет наблюдать. Но когда пройдет определенный период времени, то считается, что иммунитет после прививки держится от 15 до 20 лет. То есть иммунитет заканчивается, ослабевает, и уже человек привитой может заразиться. То есть у нас корь передается от человека к человеку. И то есть даже привитый человек может заразиться, если прошел именно этот период, когда у него хороший, стойкий иммунитет. Если иммунитет у вас выработался после того, как вы переболели, или ребенок переболел, то он уже никогда не заболеет корью. И поэтому необходимы какие-то меры в очаге заболевания. То есть вот если заболел человек в дошкольном учреждении или в школьном учреждении, обязательно нужно контактированных с этим больным ребенком, нужно привить. Те, кто не привиты. И обязательно рекомендуется прививаться от кори людям, у которых прошло лет 15-20 после прививки. Особенно контактным. Спасибо, Елена Михайловна, за беседу. Ну а мы готовы перейти к другим темам. Узнать свой ВИЧ-статус за несколько минут в Нижнем Тагиле стартовали профилактические акции в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. Как никогда в наше время актуальна необходимость выявления этого опасного заболевания. Процедура простая, занимает 10 минут вашего времени, проводится анонимно, бесплатно. Без предъявления каких-либо документов. Имена и фамилии тоже можно не называть. Просто приходите, небольшой уколчик, который практически не чувствуется. И результат через 10-15 минут. Внимание тагильчан к проблемам СПИДа привлекли сегодня студенты железнодорожного техникума. Они раздавали листовки на улицах города. За этот год уже прошло порядка сотни профилактических мероприятий. В ближайшие дни всежелающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Завтра с 16 до 19 часов пункт будет работать на привокзальной площади. Послезавтра в торговом центре КИТ. Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении бывшего директора Екатеринбургского ТЮЗа Светланы Учайкиной министром культуры Свердловской области. К исполнению обязанности она приступит с 1 декабря. Предыдущий министр культуры региона Павел Креков назначен на должность вице-губернатора. Реставрация купеческого дома Уткина на проспекте Ленина завершится весной следующего года. Предпринимателю, который купил бывший особняк, большую часть работ удалось сделать в этом году. Работа кропотливая и дорогостоящая. Восстанавливать элементы декора могут только дипломированные специалисты, так как здание – объект исторического наследия. Новая жизнь вековому наследию. Репортаж Натальи Филимоновой. Фотографии купеческого особняка прошлых лет, а то и столетий, остались в личном архиве Олега Половинка. Предпринимателю они были нужны, чтобы с точностью восстановить картину первозданного вида дома Уткина. Несколько лет назад здание исторического наследия было приобретено бизнесменом в собственность. Годы и миллионы ушли на документы, чтобы начать ремонт. Согласовать пришлось каждый узор фасада. Я вообще как человек очень бережно отношусь к истории и к тем вещам, которые мы должны передать следующим поколениям. Потому что, утратив историю, мы утрачиваем связь с нашими предками. И это очень важно для подрастающего поколения оставить что-то не только после себя, но и сохранить то, что сделали до нас. Работу по отделке фасада дома Уткина выполнял питерский реставратор. Согласно правилам, которые предъявляются к объектам истории, постановительные работы проводить может только дипломированный специалист. Владимир рассказывает, каждый памятник интересен по-своему. А в этом применялась купеческая эклектика. То есть она уникальна по многим моментам. Во-первых, эклектика, сам стиль подразумевает сочетание разных элементов разных эпох. Это как некоторая поэзия языком архитектуры. Кроме прочего, это еще надо учитывать, что это, ну скажем так, купеческий заказ и стремление к какому-то такому превосходящему возможности. Реставрация здания началась весной этого года. За это время большая часть фасада преобразилась. Часть, та, что выходит на проспект Ленина, осталась недоделанной. Работы заморозили до следующего сезона, чтобы материалы легли как положено. Для покраски использовали близкие по составу эмульсии, приближенные к тому времени. Поэтому рисковать и не стали. Да и дело быстро не делается. Купеческий дом Уткина построен в позапрошлом веке, говорят специалисты, и требует особого внимания. Сказать, когда действительно был создан вот эта купеческая застройка, мы вот точности не можем. Вот, но предполагаем, что это действительно все дома уже с такими эклектичными элементами. Эклектика — это вторая половина XIX века. Если еще так вот прикинуть, что все-таки у нас горнозаводской поселок, что у нас немножко все эти столичные вене чуть-чуть попозже идут, то я могу предположить, что это где-то годы 70-80-19 века. Всего на территории города Нижний Тагил порядка 100 памятников исторического наследия. Это 66 объектов охраны. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Евгений Нитунаев. Новости Тагилтв. Смерть тагильской легенды накануне ушел из жизни певец и композитор Юрий Козин. Музыканту не было и 50 лет. Своим творчеством он прославился в группе «Полицейская академия». В памяти о звезде 90-х сюжет Анны Хабаровой. Песня, которая оставалась популярной на протяжении многих лет, была написана в 94-м году. Это один из первых хитов группы «Полицейская академия». В одном из последних интервью нашей телекомпании Юрий Козин рассказывал, что в небе над гудзоном русский вертолет ждут на каждом концерте. Уже в небе над гудзоном русский вертолет, когда его уже слышать не можешь бывает, а приходится петь, потому что люди ждут. Первую песню «Дядя-полисмен» для группы он написал в начале 90-х, когда еще не умел играть на синтезаторе. Ее будущим звездам пришлось записывать с помощью профессиональных аранжировщиков. В мае 2011-го «Полицейская академия» отметила 20-летие творческого коллектива масштабным концертом. К тому времени музыканты успели написать сотни песен и добиться любви тысячи поклонников. Ни одно городское мероприятие не обходилось без выступления Юрия Козина. Когда «Полицейская академия» была на пике популярности, Юрий Козин начал писать песни для детей. Набралось более десяти групп. Самые известные из них – «Топ и топ», «Ясли шоу», «Дискотека джем», «Пятый элемент». Сегодня добрым словом Юрия Козина вспоминают друзья и коллеги. Певец Эдуард Шакуров начинал свою карьеру также в Нижнем Тагиле. Вместе они работали в группе «Гномы» под руководством основателя детского конкурса «Золотой петушок» Вячеслава Домрачева в конце 80-х. Бурная молодость и вера в то, что весь мир у твоих ног, он начинал писать. Ему, кстати, принадлежит первый полномасштабный профессиональный концерт с группой поддержки, с декорациями. Когда на сцену выезжал целый «Мерседес» и его пророческая песня «А над гудзоном русский вертолет», очень жаль, ушел еще один автор, но есть надежда на то, что он оставил и добрые песни после себя, и добрых последователей, которые продолжат его дело. Юрий Козин вспоминает, как солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина начинал свое творчество, как и она, во Дворце культуры «Юбилейный». Так сложилось, что их жизненные пути разошлись, но на концертах периодически встречались и общение старались поддерживать. У нас в Тагиле богат музыкантами и творческими людьми, но вот Инна и Юры, оно, скажем так, было одной из наиболее ярких и запоминающихся из тех людей, которые смогли сделать для Тагила и для области, и, в общем, наверное, для многих, кто тогда увлекался молодежной музыкой, он сделал хороший конкурентоспособный продукт, он писал хорошую музыку. Здоровье Юрия Козина подвело в 2006 году, случился инсульт. Почти год музыкант не работал, восстанавливался долго. Вернулся к творчеству, записывал альбомы и снимал клипы недолго. О работе музыканта последние пять лет было мало что известно. Из жизни, не дожив до своего 50-го дня рождения, он ушел 28 ноября. Прощание с композитором пройдет в четверг, 1 декабря в 14 часов. В прощальном зале «Вечная память» на вагонке. Совсем не так, я думал о судьбе, так и судьба за многим не согласна. Анна Хабарова, Павел Соложнин. Новости Тагилтовая. Сладко жить не запретишь. День открытых дверей для будущих кулинаров прошел в высокогорском многопрофильном техникуме. Первокурсники сразились в кулинарном поединке, а выпускники представили мастер-класс по оформлению рождественских пряников. За вкусными баталиями наблюдала наш корреспондент Ольга Фатыхова. Кулинарный поединок среди первокурсников – как показательное выступление полученных навыков в учебном заведении. Они совсем недавно пришли учиться, но уже много чего умеют. Сегодня на глазах у школьников буквально за несколько минут получаются вкусные закуски и салаты. А вот для всех рецепт от будущего повара. В этот салат шел картофель, яблоко, морковь, яйцо и майонез. Мы нарезали все кубиками, заправили, смешали в одну массу, выложили на тарелку, украсили. За показательными выступлениями студентов-кулинаров наблюдают несколько десятков школьников. Все они хотят здесь учиться. Техникум востребован. Учащиеся на различных конкурсах занимают призовые места. Это без слов подтверждает их квалификацию. Ежегодно наши учащиеся принимают участие во всех конкурсах именно поварского профиля, который у нас проходит в Свердловской области. Они ездят и на север, Серов, участвуют у нас в региональном конкурсе. Они принимают участие в областных этапах. И очень приятно, что каждую поездку они привозят у нас в призовые места. Далее мастер-класс на третьекурсников. Они уже в совершенстве владеют кондитерским искусством. Татьяна Сусликова не только вкусно готовит, но и любит смотреть кулинарные шоу. В том числе и реальная кухня на телеканале Тагил ТВ. Смотрю кулинарные шоу, узнаю для себя что-то новое, новые рецепты, новую подачу, узнаю для себя приготовления. Моя выбранная профессия очень творческая. В ней открываются новые таланты. Это что-то и это своё даже. Все гости на мастер-классе третьекурсников смогли попробовать свои силы в оформлении рождественских пряников. Приготовить рождественские сладости можно и в домашних условиях. Для этого нужны пряники и пищевой гель-краситель. Ольга Фатыхова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на среду 30 ноября 64 рубля 94 копейки. Евро 68 рублей 84 копейки. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 65 рублей 15 копеек. Покупки 64 рубля 97 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 69 рублей ровно. Реализовать за 68 рублей 82 копейки. Воспитанники Уральца стали сильнейшими на первенстве области. Соревнования под дзюдо среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения финишировали в Екатеринбурге накануне. Победителями в своих весовых категориях стали Анастасия Швецова, Вадим Бузилов, Станислав Романов и Данил Шихалеев. Среди девушек до 32 килограммов второе место заняла Кристина Исаева. Тройку лидеров замкнули Марк Уланов, Егор Лихачев и Максим Бахтин. Призеров состязаний тренирует Алексей Хамзин. Всего в турнире приняли участие 189 дзюдоистов, 165 юношей и 24 девушки. FIFA набирает волонтеров для чемпионата мира по футболу 2018. Любители игры с мячом приглашают стать непосредственными участниками главного спортивного события России. Главная футбольная организация объявила набор добровольцев. Кандидаты проходят три этапа отбора. Тестирование на аналитические способности и личностные качества. Проверка на знание английского языка. Тех, кто успешно пройдет все испытания, ждет обучение. Волонтеры будут оказывать поддержку в таких сферах, как проведение церемоний, транспорт, СМИ, протокольные мероприятия, языковые услуги, допинг-контроли и услуги для болельщиков. Всего в мероприятия, связанные с Мундиалем, планируют привлечь более 15 тысяч добровольцев. До конца регистрации на официальном сайте FIFA остался месяц. Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов. МТС, аналоговая, 40-я кнопка, цифровой, 32-я. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00, в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551 или пишите на сайте tagildefistv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания Art Media Group. В ноябре действуют специальные предложения. Спланируем вашу рекламную кампанию под любой бюджет. Art Media Group. Расширяем возможности. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok